Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт у микрофона Юрия Рашкин. К нам присоединяется наш старый друг, журналист, главный редактор канала Ньюсейдер, иностранный агент Александр Кушнарь. Саша, добро пожаловать. Как жизнь у тебя? Здравствуй, Юра. Все прекрасно, и я рад, дорогие зрители, вновь встретиться с вами на канале Рашкин Репорт. Вот, жмите лайк и подписывайтесь на канал Ньюсейдер, на канал Рашкин Репорт. Распространяйте это видео в ваших соцсетях. Ну, а мы начинаем. Сегодняшняя тема, с чего я хотел бы начать. Мы только что, значит, поступила информация по Yahoo News, но я уверен, что это и в других местах тоже, что украинские, что СВУ ударили по четырем командным пунктам и пятнадцати местам, где российские войска собираются. Я тут для себя вижу вот этот главный бред, когда Россия воюет, как будто это девятнадцатый век, и нужно поставить шартер, нужно туда запихать генералов, которые будут кричать вниз, так сказать, по лестнице, потому что вся эта армия воюет каким-то таким древним образом, который на Западе даже было вначале тяжело предсказать, потом понять, а теперь, ну, просто вычищает, так сказать, ну, так-то Чернобаевка, одна сплошная Чернобаевка. Как ты видишь развитие на поле боя на данный момент, учитывая, что Россия воюет, как будто это девятнадцатый век, а с другой стороны, Украина получает не так много, как хотелось бы, но вот большое количество западного оружия, которое бьет по этим шатрам? Мы видим, что ситуация перешла в принципиально иную фазу. Вот то, что мы видели на протяжении первых шести месяцев этой войны, это украинская армия отбивалась. Она отбивалась, она оборонялась, иногда успешно, иногда не очень успешно. И в какой-то период у нас новости были исключительно по поводу того, как вооруженные силы Украины отступают, как они оставляют еще одно село, как они удерживают еще одно село. И таким образом все новости вращались вокруг того, сумеет ли ВСУ защитить очередной участок своей территории. Надо сказать, что на самом деле ВСУ очень успешно справились с этой задачей, учитывая, что на тот момент у них не было ни хаймарсов, ни каких бы то ни было других серьезных средств. И начиная с конца июня, мы начали переходить в принципиально иную фазу, когда вооруженные силы Украины начали атаковать. Вначале, я напомню, это были достаточно скромные, в кавычках, атаки, когда то там, то здесь начинали взрывы происходить в тылах противника. Горит то там склад, то здесь командный пункт. Но до какого-то момента, примерно до середины августа, казалось, что ничего страшного не происходит для российского режима. Что, несмотря на вот эти вот периодические взрывы, в общем, ситуация так или иначе на фронтах стабильна. И что российским агрессорам удается удерживать свои позиции, а украинцы просто периодически доставляют некоторые неприятности врагу. Но вдруг внезапно выясняется, что количество переходит в качество. И с конца августа ВСУ перешли в масштабное наступление. Сначала на северном направлении, то есть в Харьковской области, где они совершили близкрик. Ну и тогда же одновременно они начали двигаться постепенно на Херсонском направлении. После этого происходит освобождение Лимана. И вообще в целом из этого большого района, который открывает очень серьезные перспективы для ВСУ с точки зрения наступления на Луганском направлении. И вот последний успех – это освобождение десятков населенных пунктов на Херсонском направлении, к северо-востоку от Херсона, на правом берегу Днепра. И вот именно сегодня, 15 октября, ВСУ вновь там пытаются идти в наступление. Враг там, конечно, в этот раз более серьезно окопался. Вооруженным силам Украины там сейчас сложнее идти наступление. Но что самое главное мы заметили? И что теперь мы обсуждаем уже не то, как украинцы удержат или не удержат то или иное село. А теперь мы обсуждаем, как россияне удержат или не удержат даже не село, а достаточно крупные районы. Мы даже сейчас говорим о том, что, вероятно, на следующей неделе или через несколько недель украинцам удастся непосредственно начать Херсон уже освобождать. То есть мы перешли в принципиально иную ситуацию, когда украинцы навязывают инициативу, а россияне могут гордиться, в кавычках собой, что они в очередной раз где-то смогли удержать территорию. Но это временно, конечно, потому что мы прекрасно понимаем, что у украинцев с каждой неделей возрастают огневые возможности, возрастает потенциал именно человеческий, потому что сейчас украинцы проходят очень серьезную переподготовку или подготовку с нуля в странах Запада. И мы видим, что не только Британия сейчас уже обучает украинских солдат, но, похоже, это делают и некоторые страны Европы, ну, я имею в виду именно континентальной Европы. Вот сейчас уже Евросоюз, похоже, согласовал именно на уровне всего Союза программу обучения для украинских воинов, то есть как минимум 15 тысяч человек пройдут подготовку. И, естественно, вот эти военнослужащие просто по определению, наголову, чисто по своим профессиональным качествам, становятся выше вот большинства тех российских военных, которые им противостоят, особенно если мы говорим о мобилизованных. Я уже не говорю про такие вещи, как, например, экипировка. Вот, например, российские мобилизанты сейчас говорят, что им приходится покупать буквально за свои деньги, скажем, бронежилеты. Украинцев это все есть, их обеспечивают западные страны, то есть бронежилетами, естественно, оружием, зимней формой. Вот сейчас, например, страны цивилизованного мира озаботились тем, чтобы у вооруженных сил Украины была зимняя форма. И у них будет зимняя форма, закупаются 500 тысяч комплектов как минимум. Вот есть ли зимняя форма у россиян? Вот как у них с этим дела обстоят? Насколько я вижу, что там хаос в этом смысле, особенно если, опять же, мы говорим о мобилизантах. Ну, про них вообще отдельный разговор. Похоже, что их бросают в бой буквально в пижаме. Ну, а как их отлавливают сейчас на улице, да, это напоминает кадры, как отлавливают мобилизантов в ДНР и ЛНР. Когда людей просто на улице хватают и ведут как скот какой-то. Вот что происходит сейчас на фронтах. ВСУ навязывает свою инициативу, они идут. Мы следим, насколько успешно они идут в наступление. Но я хочу подчеркнуть, что это все, вот, с нашей точки зрения, да, выглядит достаточно легко. То есть мы говорим об этом так, как будто бы у ВСУ все происходит, вот, как будто бы это какая-то, не знаю, компьютерная игра. Нет, конечно, это большие человеческие жертвы, это огромные ресурсы, это ежедневные чудовищные потери Украины в инфраструктуре. Да и, как мы видим, в гражданских жизнях тоже, если вспомнить недавний террористический ракетный обстрел. Украина платит за это деньгами, человеческими жизнями. Не все операции с первого раза получаются, да, это естественно. У россиян тоже, как мы видим, есть силы и воля, вот, по крайней мере, там, защищать то, что они еще могут защищать. То есть они проиграют, безусловно, они потерпят катастрофическое поражение, и они терпят его каждый день, и они несут огромнейшие потери в военной технике и живой силе. Вот достаточно посмотреть просто те многочисленные видеозаписи, которые нам вот сейчас вот транслируют и в Твиттере в том же. В основном это записи, сделанные с украинских дронов, как украинцы высокоточным огнем поражают и склады с боеприпасами врага, и его военную технику, причем вот именно теми высокоточными боеприпасами из Калибур, которые как раз американцы постоянно передают украинцам в каждом новом пакете, да. Вот мы это все можем увидеть даже по кадрам. Мы даже не будем сейчас предлагать вам идти и смотреть, скажем, сводки генштаба в СУ, если вам нужны подтверждения именно по фото и видео. Но я еще раз говорю, что у россиян тоже есть определенные силы. Да, они сейчас испытывают большие трудности с обновлением техники. Производить новую технику и ремонтировать ту, которая сейчас была выведена из строя, все тяжелее, потому что все меньше компонентов, необходимых для этого из-за санкций. Об этом как раз сейчас рассказали нам американские разведчики. Но вот у россиян, например, есть орудие террора. Во-первых, есть вот эти ракеты. Ну хорошо, они, допустим, заканчиваются, да, хотя мы точно не знаем, сколько именно там у россиян осталось этих ракет. Но самое главное, это вот дроны, которые сейчас есть у россиян. Вот они сейчас хвастаются этими дронами Камикадзе Ланцет. Они сейчас постоянно применяют шахиды. Да, и шахиды те же сбиваются там сейчас уже чуть ли не на 90%. Да, сейчас вот НАТО выделяет 100 противодроновых систем, систем для глушения дронов украинцам. Но тем не менее, да, сам факт того, что вообще летит шахид, и что есть угроза, и это вызывает тревогу у людей. Я уже не говорю про то, что если шахид этот попадает, скажем, в объект инфраструктуры, и эти шахиды, я не знаю точно, сколько их опять же Россия закупила, сколько Иран еще произведет их, но мы видим, что вот это террор, и этот террор приносит украинскому народу боль и страдания. И поэтому мы понимаем прекрасно, что вот те победы, которые в ИСУ достигают Юра, а это победы, которые добыты кровью, потом, утраченными ресурсами экономическими и военными. И, к счастью, украинцы, конечно, сейчас держатся, они держатся стойко, они мотивированы, они разозлены. Энергетическую инфраструктуру подняли очень быстро после последнего массированного удара, на который Россия потратила, на самом деле, очень много дорогостоящих ракет стоимостью там чуть ли не до миллиарда долларов. Мы видим, что это практически никак не повлияло не то, что на действия в ИСУ, это даже не повлияло, по сути, на экономическую инфраструктуру. То есть, еще раз, электричество подается в дома украинцев. В целом, все восстановлено. Там, где происходит удар, там быстро чинят. Поэтому пока вот так вот. Ну, что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Посмотрим. Посмотрим. Но, тем не менее, меня все-таки поражает старинный подход российской армии, который даже, ну, переформатировать ее нельзя настолько, насколько нельзя переформатировать российское общество. И вот эта помощь от Ирана только усугубляет, она как бы дает ощущение, что все как-то можно еще придумать, как-то это сработает. Вот теперь Иран шахеда подослал. Меня тут развлекло, как бы вначале насторожило, а потом насмешило. Потому что я прочел заголовок в американской, на веб-сайте каком-то, где было сказано, что иранские войска теперь на передовой в Украине. Я думаю, ничего себе. Это может быть интересно. Все-таки не Северная Корея. Стал читать. Выяснилось, что это 50 иранских специалистов, которые прислали, чтобы они научили русских, как использовать эти дроны. Но это совсем другая помощь. И мы видим, что эти дроны не особенно хорошо используются и, как ты сказал, 90% сбиваются. Так что и Иран не помогает, и все эти ракеты из Северной Кореи. Это как-то неприятным образом, но опустошает запасы всех диктаторских режимов, потому что у Ирана тоже лимитированные возможности, у Северной Кореи тем более. Поэтому это как-то такой интересный способ вычистить закрома у всех диктаторов, и они как бы друг у друга слабеют. Ты не заметил? Вчера было очень интересно видео, которое я просто посмотрел чуть-чуть без звука, чуть-чуть со звуком, получил удовольствие в любой ситуации. Рахмон Таджихистанский читал лекцию Путину. И Путин просто ерзал, ему было неудобно губу кусал, потому что он не привык. Вот он не привык выглядеть, и выглядеть так слабо. Он всегда как бы держался, сдерживал себя. А тут, как сказал Пастухов в своем интервью, он запаниковал, у него сдали нервы. И очень это похоже. И вот теперь он за это платит и платит. И вот Рахмон ему рассказывал, что же вы нас не уважаете. А Путин сидит там просто и покусывает. При этом один Лавров сидит в маске. При этом во всей комнате, кажется, Лавров сидит в маске. И что-то там у них какое-то непонятное несогласие. Ну, хорошо. Ну, значит, слаб Путин, слаба Россия, старинный метод войны. Но все равно вот эта мобилизация говорит мне о том, что людей будут пытаться запихивать в эту мясорубку, хотят они этого или нет. Насколько ты считаешь, мобилизация может вообще ослабить путинский режим? Потому что это же люди, как бы, так сказать, обсуждалось то, что экономика держится на том, что хватает денег, чтобы заплатить людям с дубинками. А вот теперь люди, которые должны эти дубинки держать, говорят, нет, 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 не надо. И бегут, и бегут. Конечно, да, теперь, там, Росгвардия охраняет военкоматы. Где-то я читал анекдот о том, что, значит, человек бежит по улице, за ним, значит, это облава на мобилизацию, он видит монахиню, монашку, он говорит, можно у вас спрятаться подряс, и от меня там, хотят в армию послать. Он говорит, пожалуйста. Он прячется, подбегают, там, говорит, куда он убежал, говорит, туда. Они убегают, он, значит, человек вылезает и говорит, ой, говорит, большое спасибо. И у вас, кстати, говорит, прекрасные ноги. На что монахиня отвечает, если вы посмотрели повыше, то увидели, что там еще замечательные яйца, потому что я тоже не хочу ехать в Херсон. Так что, как может такая страна жить, сколько это может продолжаться, твои мысли? Я считаю, что нам не нужно относиться легкомысленно к тому, что происходит сейчас с мобилизацией в России. Мы, понятно, что все смеемся, конечно, но этот смех должен подкрепляться реальными аргументами. Когда мы их получим? Мы сейчас видим, что мобилизанты гибнут. Уже. То есть ни о каком месяце подготовки, которую им обещали перед отправкой вообще, куда бы то ни было, не то, что на передовую, вот это оказалось враньем. Ну, извини, тампон в руки и пошел. Да. Вот это все оказалось враньем. Я просто думаю, ты абсолютно прав. Не надо это так легкомысленно воспринимать, но с другой стороны, как это можно серьезно воспринимать? Извини, продолжай, пожалуйста. Вот я думаю, что, понимаешь, нам нужно посмотреть на то, что будет в течение трех месяцев. Вот если вооруженным силам Украины удастся сейчас освободить Херсон, если им удастся освободить значительную часть Луганской области, например, взять Сватово, потому что это очень важный пункт, такой же важный, как, например, до этого Купинск и Изюм, пункт, который обеспечивает, собственно говоря, логистику россиян в Луганской области. Вот в этом случае можем сказать, да, мобилизация пока что не дает какого-то серьезного эффекта. И, напротив, если мы увидим, что бои стали тяжелее, что украинцам сейчас не удастся быстро освободить вот эти вот регионы, то это будет означать, что мобилизованные, по крайней мере, выполнили вот ту функцию, которую на них возлагает Путин. А она заключается по замыслу Путина в том, чтобы оттянуть поражение России. То есть ни о какой победе, естественно, речи не может быть. Россия проиграла. Я в этом не сомневаюсь. То есть это уже налицо просто. То есть вопрос только в том, как быстро украинцы победят. Вот понятно, что когда человек находится вот в такой безвыходной ситуации, как Путин, он начинает хвататься за любую соломинку, за любую щепку, за любое бревно, которое вот проплывает. Он тонет, и вот он хватается за это бревно, чтобы, ну, еще какое-то время протянуть. Ну, понятно, что он в любом случае обречен, потому что вокруг безбрежный океан, и вопрос в том, сколько он проживет, да, он уйдет на дно через минуту, или, условно говоря, через час, или, может быть, даже через день, в ожидании там помощи. Да помощь не придет. Помощи ждать нет. Потому что экономика России тает. Да, она, может быть, не очень быстро тает, не так, как мы бы хотели, но ключевые позиции, например, да, необходимые россиянам для производства военной техники, они падают. Вот американские разведчики сказали, что в России начинается дефицит каких-то ключевых таких моментов. Вот какая-то одна деталька из огромного количества, но без нее невозможно ничего произвести. Вот, ну, не знаю, там какой-нибудь двигатель, или вот, как говорят, подшипники. Об этом пишет газета The New York Times, как раз, и некоторые другие, кстати говоря, насколько я понимаю. То есть это то, к чему стремилась американская машина, когда вводила санкции. Вот сейчас, как мы знаем, американцы продолжают вводить санкции, сейчас они вводят вторичные санкции уже против тех стран, которые помогают России в боеприпасах, в военной технике, в том, чтобы произвести это, в том, чтобы это как-то отремонтировать. Вот, это тоже очень важно. Американцы говорят, что мы сейчас будем смотреть, а вот где еще такие критические компоненты, без которых Россия не может производить новое оружие, без которых она не может ремонтировать старое оружие. И вот мы сейчас еще и по этим компонентам ударим. То есть коридоры сужаются, если лазейки где-то находят, их закрывают. И, кстати, отчасти в этом американцам помогает вот та техника, которую украинцы захватили и обнаружили там компоненты западного производства. Ну, например, вот ракеты. В ракетах нашли какой-то компонент, такой очень специфический, который, понятно, что Россия могла получить только по какому-то конкретному каналу. Вот мы сейчас этот канал перекроем. И так вот постепенно американцы будут закрывать это все. Вот я это к чему все говорю? Что вот так Россия постепенно проигрывает эту войну. Вот в этом я вижу залог будущей победы украинцев. Да, вот скорая она или не скорая победа будет. Да, будет зависеть от того, насколько еще раз боеспособным будет вот то мобилизационное войско. Ну, то, что я, например, видел вот в новостях, то, что я видел, если мы говорим об интервью с мобилизованными пленными, то я понимаю, что пока что на данном этапе российское командование просто берет этих мобилизантов и, недолго думая, не готовя их вообще, не экипируя их, вообще просто бросает на самое тяжелое направление, чтобы заткнуть там дыры. То есть перебрасывает их каким-то потрепанным подразделениям где там, допустим, условно говоря, там от батальона осталась там треть. Ну и вот к этой трети механически просто приращивается вот эта вот мобилизационная масса, да. И это похоже на Франкенштейна. В принципе, по принципу Франкенштейна российская армия с самого начала воюет. То есть когда там разбивают батальоны, они рассыпаются, там остается, допустим, пятая часть от одного, третья часть от другого, половина от третьего. Вот они собираются там в новые батальоны. Ну, естественно, это все не пойдет, потому что на самом деле главное в военном деле это, чтобы подразделения действовали слаженно. Какой слаженности можно говорить, да, если, грубо говоря, вы берете хвост от кобылы и копыта от свиньи и голову от кошки. Вот это вот все, вот вы соединяете, вот оно должно у вас ползти и работать. Не будет ползти и работать. Но, тем не менее, вот представим себе, как работают украинские военные. Они проводят аэроразведку для выявления позиций врага. Они видят, условно говоря, вот какие-то стоят тут пять БТР. Они же не могут знать, кто там сидит. Мобилизанты, не мобилизанты. Эти БТР надо уничтожить. Надо на них потратить время, ресурсы, снаряды. И они уничтожают. Вот послушай Юра интервью, вы, дорогие зрители, если еще не слышали, которое дал мобилизованный Егор Чеботарев. Вот он рассказал, да, что, в принципе, с самого начала все, что он испытывал, это постоянную тревогу, перерастающую в страх. И в момент, когда их бросили на эту бойню, они даже ни разу не смогли выстрелить, потому что у них заклинило орудие. Все, что они делали на этой своей БМП, они бежали, 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 бежали. Потом в итоге эту БМП подбили. Но, да, такие же БМП, в общем-то, которые толком не успели выстрелить, были рядом с ними. Вот их всех то ли покрошили, то ли, ну, просто они сбежали. Но суть в чем? Что все равно украинцам потребовалось время, чтобы вычислить эти БМП, да, и начать накрывать их огнем. Ну, почему? Потому что украинцы не знают, кто там сидит, насколько там опытные сидят люди, насколько, скажем, опытные стрелки вот в этих машинах сидят. Просто это вражеский объект, который нужно ликвидировать вместе с другими. Да, а тут же, наряду вот с этими БМП, может быть, где-то стоит артиллерийская установка, за которой сидят опытные, немобилизованные солдаты. И они представляют угрозу. Ну, в принципе, в принципе, да, есть вот тут же такая же точно артиллерийская установка, которая, может быть, плохо стреляет, или за ней сидят, например, неопытные мобилизанты. Да, и вот какой из них надо лупить? Украинский воин, сидящий где-то вот на 30 километров вот этого вот места, да, и получающий данные с дрона, да, он не может сказать, за какой из вот этих вот артиллерийских установок сидит профессионал, а за какой сидит неопытный мобилизант. Ему нужно уничтожать и ту, и другую. То есть это накладывает, короче, если вот подводить итог, вот дополнительные, как бы сказать, такие вот, ну, задачи на ВСУ. Это увеличивает объем их работы в любом случае. А, кстати, вот та история, которую я сейчас рассказал у вас с Чебатаревым, это было как раз под Заречным, то есть это во время освобождения Лимана. Ну вот, ну, то есть если бы не эти мобилизанты, которых в панике кинули для затыкания дыр, может, украинцы быстрее бы освободили бы вот этот Лиман, да, кто его знает. Но пришлось потратить снаряды время на то, чтобы, скажем, побить вот этих мобилизантов. Никто не будет разбираться там. То есть, ну, понятно, проходит 2-3 месяца, Юра, и, возможно, эти мобилизанты станут более опытными. Какие-то из них, возможно, станут более мотивированными. Понимаешь, нужно, как бы сказать, серьезно относиться к врагу. Нельзя его недооценивать, да. Переоценивать это лучше, чем недооценить. Я поэтому сейчас вот, ну, просто наблюдаю, потому что мы не знаем, на самом деле, чем все закончится. Потому что, ты понимаешь, Юр, проблема в том, что Путин готов воевать до последнего россиянина. Вот мы часто слышим от российской стороны, что, мол, вот Украина готова воевать до последнего украинца. Это типичное проецирование психически больных людей, которые перекладывают свои качества на других людей, да, вменяемых. То есть, это Путин, на самом деле, готов весь свой народ потратить, как спички просто, либо достичь своей маниакальной цели, уничтожить Украину. Поэтому, тремя стами тысячами вот этих мобилизантов в России дело не ограничится. Он сейчас говорит, через две недели закончим. Понятно, чтобы немножко погасить недовольство в России. Но я просто не сомневаюсь в том, что когда украинцы начнут продвигаться дальше, когда они начнут подходить к Крыму, а может быть даже и значительно раньше все это произойдет, в России начнут набирать мобилизованных дальше, за пределами этих трехсот тысяч. И, возможно, уже даже начали. Это будет, возможно, со временем пятьсот тысяч. Возможно, это будет со временем миллион. Да, логистическая машина, может быть, и не справится. Но они будут пытаться это сделать. Они будут пытаться набрать миллион, два миллиона, три миллиона. Вот до тех пор, пока в России просто не закончится ресурс, готовый идти куда-то, или пока там вдруг, ну, впрочем, я мало на это надеюсь, вдруг начнутся какие-то уже серьезные протесты. Причем протесты не против войны в Украине. Нет-нет, эти протесты будут такого рода, что если вы нас отправляете, то дайте, пожалуйста, нам оружие. Пожалуйста, обеспечьте нас экипировкой. Пожалуйста, подготовьте нас хорошо. Вот я же смотрю, как на это реагируют сейчас. То есть сейчас представители даже российского режима, как бы сказать, так называемые неофициальные блогеры или корреспонденты, или там всякие военкоры, не важно, они все жалуются, да, вот на то, что сейчас с мобилизантами такая проблема, что их бросают неотесными в бой. Но они протестуют не против того, чтобы вообще, то есть они не хотят полностью прекращать войну. Нет. Они говорят, нет, война это отлично. Ну, просто нужно по-другому мобилизантов готовить. Поэтому я говорю, если даже какие-то протесты массовые начнутся, то не такого вот рода, как мы надеемся, что вдруг у всех вот этих людей, да, которые уже отправили своих сыновей, условно говоря, мужей, там, братьев на бойню на эту, что у них что-то в голове изменится вдруг кардинально. Нет, этих людей уже не изменить. Они изменятся только, когда уйдут в могилу. Значит, нет, там будет иначе. Они все поставят, грубо говоря, такой коллективный ультиматум. Ну, причем не сами даже, потому что сами не рот не смогут открыть, а именно вот те же военкоры. Или давайте пока возьмем передышку, в кавычках, да, ну, то есть закончим эту войну. Или давайте, значит, наладьте нам нормальную подготовку мобилизантов. Я не знаю, потому что технически, насколько я понимаю, вот эта дряхлая, архаичная вот эта вот вся экономическая, такая социальная, логистическая машина России просто не готова к тому, чтобы задавать мобилизационный процесс на современном уровне, просто потому что у них на современном уровне нет ничего. Сама система архаична, она абсолютно патриархальна. Там бардак, там полный разлаг, там страшная коррупция, к счастью для нас, да. Ну, как вот ты можешь себе представить, что, не знаю, условно говоря, вот в американской армии, Юра, сейчас пришла вот та вот тетка, тетка, да, вот реально тетка, которую мы видели на том видео, и рассказывала бы мобилизованным, вот только что прибывшим, что ребята, вы должны покупать себе все, в том числе и тампоны, только не смейтесь, потому что тампоны вам спасут жизнь, если вы их ставите в дырку от пули. Ну, это просто непредставимо. Это все, вот это все говорит о России, что она себя реально представляет, что из себя представляет эта отвратительная террористическая российская армия, да. Она себя представляет вот эту вот бестолковую, безумную массу, которая готова идти и подыхать на чужой земле просто потому, что так сказали вот эти вот омерзительные шовинисты во главе с Владимиром Путиным, да. И причем они ведь искренне считают, что так и нужно делать. Они не задают вопросов, да. Собственно говоря, скокого черта они вообще делают на суверенной украинской земле? Нет, они действительно считают, все вместе с Путиным, что Украина это украинская автономная область России, что это часть России, которая почему-то взбунтовалась. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Жмите лайки, подписывайтесь на канал. Мы разговариваем сегодня с главным редактором YouTube-канала «Ньюс Эйдер» Александром Кушнарем. И вот такой большой ответ на большой вопрос. И я, ты знаешь, о чем я подумал, Саша? Я подумал о том, что как интересно, что нас сейчас наши местные американские СМИ образовывают о том, что русские, они не привыкли думать за себя, принимать собственные решения о том, что, так сказать, хорошо для страны, что плохо для страны. Страна сказала, я пошел, все. А вот подумать, это русские этого не делают. Поэтому нас нужно этому как бы образовывать. И то, что я слышу от тебя, это то, что режим на самом деле достаточно стабилен внутри страны. Потому что в том смысле, что внутренние угрозы там не намечаются. Даже люди, которые не хотят воевать, они не против войны, они как-то вот все то, что ты сказал. Поэтому хорошо, значит, изнутри пока что все стабильно, по плану. А с другой стороны, есть всякие Китай, ну, начнем с Китая. Там только что их СИ получил третий срок. И за хорошее поведение он не выйдет оттуда раньше. Поэтому теперь мы знаем, что Китай решил перейти еще более уверенно на рельсы авторитаризма. Хотя, конечно, у них свои экономические проблемы. Но если в России остается без мужчин, которые уходят в лес, ну, видимо, на следующие две недели, потому что через две недели кончается так называемая мобилизация, так называемая частичная, поэтому это опять же напоминает о том, что российская культура это не охотническая, не аграрная, а собирательская. Почему в России больше всего, чем где-либо на свете, знают толк в ягодах лесных и в грибах. Никто так не охотится за грибами, как русские. Видимо, потому что вот от власти нужно прятаться где-то. Ну, значит, от Китая можно и не спрятаться. Как ты видишь тут международную обстановку с одной стороны? Ну, давай, во-первых, может быть, пару слов о международном давлении на Путина от собственных диктаторов. Вот Китай явно видит, что Россия ослаблена. Тот же таджикистанский Рахмон кричит на Путина, потому что диктаторы, они, видимо, друг друга, они покричат друг на друга, но как-то свергать друг друга они, видимо, не хотят, потому что может привести к нестабильности, подать идеи людям, которые у них в стране живут, или, не дай бог, к демократии привести. Так что сидит диктатор и сидит. Покричать на него — это одно, а вот требовать, чтобы кто-то другой пришел на его место — это не надо. Но, может быть, можно у России, так сказать, землю под это дело забрать, как бы вернуть ее, так сказать, если Россия не развалится сама, как, в общем-то, хотелось бы демократически настроенным людям, чтобы каждая территория имела свою власть. Может, просто их Китай пособирает, и все. И тогда, опять же, страна уменьшается, угроза от России уменьшается, угроза от Китая увеличивается. Как ты вот видишь всю эту динамику? Я думаю, что Китай в любом случае рассматривает Россию в потенциале как территорию для освоения. И в конечном итоге, конечно, Россия однажды полностью ляжет под Китай, потому что у России нет вообще никакого экономического потенциала. Россия — это выжженное поле отныне. Россия — это теперь до скончания веков практически, ну, то есть в обозримой какой-то вот долгосрочной перспективе. Просто страна, где производится только два вида ресурсов. Это нефть и газ. Вот, возможно, еще также какие-то военные инструменты. Да, это вот такая вот инфернальная машина, в которой, в общем-то, останется только то население, которое готово вот это терпеть. Остальные, как мы видим, уезжают. Уезжают сейчас уже последние. И, кстати, вот именно эта миграция, она оказалась самой такой вот масштабной. Обратите внимание, что до 2022 года, в том числе с 2014-го начиная, уехало намного меньше, да, чем вот сейчас, буквально за какие-то несколько недель, когда из России ушло от 700 тысяч до миллиона. Я так понимаю, что бегство продолжается. Это очень много, на самом деле, вот и в абсолютных, и даже в относительных цифрах. То есть, мы понимаем, что это все очень серьезно бьет по экономике страны. То есть, вот такой отток людей, вот такое задействование людей в войне, потому что тут 300 тысяч ушло на войну, тут миллион ушел, тут еще 200 тысяч, соответственно, погибли вот в этой вот войне. Ну, то есть, просто за какие-то вот несколько месяцев ушло просто 2 миллиона человек. И с экономикой. Причем, это люди в возрасте не пенсионным. Это так называемый трудоспособный возраст. И те люди, которые могли бы производить какой-то валовый продукт для нации, они просто-напросто уже в эту самую страну никогда не вернутся, вот, по крайней мере, до тех пор, пока страна будет находиться в таком положении. Она будет на этом военном положении находиться еще неопределенно долго. И многие, конечно, кто уехал сейчас, закрепятся на новых местах и просто не увидят смысла возвращаться на родину, особенно если у них там недвижимости какой-то нету, да, если у них там нету рабочих мест, если они работают на удаленке, скажем, это в первую очередь айтишники, конечно, ну и прочие вот такие люди. Поэтому дальше все, это вот открытое пространство для Китая, заходи, бери. Мы об этом много раз говорили, об этом даже, по-моему, сейчас говорить нет смысла, то есть понятно все. С другой стороны, Китай хочет победы России, совершенно понятно, потому что Китай, как и Россия, это авторитаризм не просто вот замкнутый в себе, это авторитарные режимы, которые хотят распространить свои режимы на весь мир. То есть они экспансионистского типа режима, они хотят переделать весь мир под свой шаблон, да, по своим лекалам. И поэтому, конечно, Китай хотя не будет открыто стоять на стороне России, потому что ему просто страшно пересекать санкционную черту, да, потому что Китай полностью зависит от Запада, гораздо сильнее, чем Россия, потому что его экономика в 10 раз мощнее. Вот если сейчас санкции ведут хотя бы против части китайских компаний, то это будет крах китайской экономики с последующим и политическим кризисом, да, с угрозой для правящей верхушки Китая. То есть я о чем говорю? Что Китай будет балансировать, Китай будет делать осторожные политические жесты и вашим, и нашим, как бы он не трален, но в то же время он не останавливает Россию. То есть это будет такая вот восточная игра, и Китай не перейдет вот эту вот красную черту. Иран ее перешел, Ирану будет однажды очень-очень больно, то есть иранские маятолы, мне нужно сейчас думать, что они там защищены. Нет, они не защищены, по ним работают, уже это даже сомнений никаких нет. Ну просто сейчас пока что Запад сосредоточен на Украине, на том, чтобы помочь в первую очередь ей, на том, чтобы этот конфликт как можно быстрее погасить. То есть понятно, что сейчас американские вооруженные силы вместе со своими западными партнерами могли бы, конечно, устроить очень серьезные проблемы для иранцев, но нужно понимать, что вот в такой ситуации лишние, так сказать, горячие точки, лишние какие-то вот фронты Америке не нужны. Сейчас американцы со своими партнерами сосредоточены именно на том, чтобы решить вот непосредственно вот эту проблему. Проблему российской агрессии. И если, скажем, появляются иранские шахеды, то вместо того, чтобы начать бить по иранским заводам, где производят эти шахеды, чтобы было бы вот так вот, с военной точки зрения, правильно, их пока что будут уничтожать средствами на земле. Но Иран должен понимать, точнее, вот иранские аятолы, что вот те внутренние проблемы, масштабные протесты, которые начались, это только первые звоночки. В течение 10 лет, я полагаю, что у иранского режима могут быть действительно экзистенциальные проблемы. Он может просто пасть. И я уверен, что после того, как Украина победит Россию, Запад займется Ираном. То есть это такая вот, я думаю, что среднесрочная цель, это следующий после России режим, который будет подлежать уничтожению. И Запад займется им. То есть почему? Потому что Китай большой, с ним надо будет все равно работать долго. Это работа на протяжении 50 лет где-то. Иран можно будет давить уже сейчас. То есть мы увидели, что вот Иран это мелкие террористы. Это шапки, которые вошли вот в эту вот игру, да, потихоньку, так сказать, сбоку, да, вставив нож. Ну окей, хорошо. То есть все все поняли, да, и поняли, что с мелкими гадами нужно разбираться соответствующим образом. То есть до них очередь дойдет. Так что это вот второе, что хочу сказать. Дальше, по поводу вот этого вот Эмамалия Рахмона, да, президента Таджикистана. Ну дело в том, что он, как и многие сейчас, между прочим, на постсоветском пространстве, с одной стороны чувствует, что Путин начал слабеть. И что можно уже высказать ему, наконец, давно наболевшее в том числе. Да, потому что Эмамалий Рахмон ведь рассказывал о том, что россияне, Путин лично, просто неуважительно относятся к таджикам. То есть это просто на самом деле критика российского шовинизма была. Пусть и завуалированная, пусть и непрямо высказанная со стороны Рахмона. Это в то же время, конечно, выражение и тревоги. Тревоги, которую испытывают все правители в странах бывшего Советского Союза, которые посмотрели на то, что делает Путин в Украине, на то, какие пожелания и какие мысли крутятся в кругах кремлевских представителей, того же Медведева, который недавно сказал, что Казахстан тоже часть России, и что Казахстан на очереди, грубо говоря. И естественно, что при таком раскладе рано или поздно начнут волноваться все, не только в Казахстане, не только в Грузии, не только в Украине, которые уже являются жертвами российской агрессии, либо вот опять же Казахстан, на который облизывается российская машина. Но, конечно, начинают нервничать и другие, которые вроде бы являются вассалами России, вроде бы у них никаких проблем таких нет, но все все прекрасно понимают, что Путин в потенциале хотел бы вообще захватить все эти территории, все эти регионы в итоге присоединить к России, и вот все вот эти страны, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, восстановить Советский Союз. Тут как бы никто даже в Кремле уже особо не скрывает вот этого желания. Ну и в Таджикистане решили сейчас сказать, высказать Путину позицию, показав, что вообще-то говоря, нет, мы суверенная страна, мы будем защищать свой суверенитет. То есть вот так надо читать это высказывание. Это означает, что Таджикистан будет искать, конечно, какие-то внешние силы, которые бы уравновесили Россию. Ну вот Казахстан, например, обращается к Китаю. Я думаю, что Таджикистан и прочие страны СНГ на самом деле могут именно в Китае вот сейчас увидеть вот эту поддержку. Потому что там авторитарные режимы, им, естественно, легче договариваться с китайскими силами, нежели пытаться обратиться к Западу, который выдвигает там кучу всяких требований в виде стандартов прав человека и так далее. То есть я думаю, что вот к этому идет все. К тому, что вот эти все страны, напуганные российской экспансией, будут постепенно отстраняться от России. Мы все чаще будем вот такие вот слова в адрес Путина слышать. Или косвенные какие-то признаки, ну вот как, например, на заседании Шанхайской организации в Самарканде, да, где по всеобщему признанию Путина просто унизили, да, его просто закинули в угол. Причем даже не Турция, Китай, Индия, это понятно все. Мы говорим опять же о таких странах, например, как Азербайджан, да, там, другие вот страны, представители которых там присутствовали, то есть, да, именно СНГ вот этого вот так называемого, да. То есть, да, вот Армения и Азербайджан, например, сейчас договариваются уже на площадке в Праге, да, без участия России. То есть это говорит о том, что Россия слабеет, это все видят. Слабеет российская машина, она там увязла в Украине, поэтому сейчас, например, опять же, Мамали Рахмон может более-менее свободно высказывать свою позицию, зная, что, ну, Путин не откроет сейчас второй фронт. У него просто и реальных военных ресурсов на это нет. Так что это все, конечно, показатель стремительного падения международного престижа России даже среди, вот, в общем-то, таких достаточно авторитарных режимов, да, которые раньше, ну, боялись России, в основном, там, об уважении речи в основном не идет, потому что, по большому счету, вот все эти страны-то такие вот, как Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, они же зависят от России, да, они же боятся ее. Они же боятся ее вооруженных сил, то есть на страхе именно перед зелеными человеческими Путина, вот, по большому счету, держались вот эти вот все любвеобильные отношения между, да, странами бывшего Советского Союза и Москвой. Как только зеленые человечки оказались потрепанными, как только они начали слабеть, как только весь мир увидел, то, что российское оружие не так страшно, как только весь мир увидел, что, в принципе, вся военная машина Путина, по большому счету, да, там, 90% боеспособных войск на украинской земле увязает и тонет там. Ну, так, собственно, какие проблемы-то? Теперь можно, да, постепенно прощупывать Путина на предмет готовности, отступать готовности где-то, ну, да, там, учесть суверенитет у других стран, то есть начинают потихонечку вот этого вот крокодила тыкать палкой и смотреть, как он себя поведет. То есть уже понятно, что этот крокодил не бросится, но что этот крокодил будет делать сейчас, да, огрызнется он, может быть, он пойдет, например, на уступки, да, если он идет на уступки, окей, продолжат дальше, значит, давить и, возможно, даже получать, опять же, какие-то преференции какого рода, ну, то есть, понятно же, Таджикистан сейчас, ну, что хочет от России, он, грубо говоря, говорит следующее, что, окей, вот вы, смотрите, у нас сейчас есть Китай, да, мы можем к нему обратиться, но, в принципе, да, мы можем продолжить сотрудничать с вами, вы только имейте в виду, что сейчас наши услуги вассалитета начинают стоить дороже, они дороже, то есть, это еще и вот такой вот чисто экономический момент, то есть, тут очень такая хитрая идет игра, но вся она является следствием, конечно, очень серьезного экономического, военного ослабления России, руками, и, кстати говоря, все это благодаря украинскому сопротивлению, вот все это делает Украина, в первую очередь. Я просто тогда, наверное, размышляю, что Рахмон, видимо, хочет быть, типа, как Лукашенко, потому что Лукашенко же полный клиент сейчас России, видимо. Вот, Юр, я хочу просто здесь вот добавить, что однозначно нет, Путин хочет сделать вот всех этих вот лидеров, и Такаева, президента Казахстана, и Рахмона, президента Таджикистана, и всех прочих, да, он хочет превратить их всех в Лукашенко, в том-то и дело, что как Лукашенко не станет. Лукашенко что? Это уже окончательный вассал Путина, который потерял всякий суверенитет, он передал территорию своей страны под, в общем-то, размещение российской военной инфраструктуры и совершение атак с этой территории, в обмен на что? На сохранение жизни Лукашенко, вот и все. Но ни одна другая страна, кроме Беларуси, точнее белорусского режима, не предоставила Путину такие возможности, не предоставили войска, не предоставили экономические ресурсы, напротив, они всячески отстраняются от Путина, когда он предлагает им поучаствовать вот в этой вот кровавой авантюре против Украины, в том числе, ну, потому что они, конечно, видят, да, что когда ночи будут следующими они, во-вторых, потому что они видят, что они могут это сделать, что у Путина нет возможности открывать второй фронт. И мы видим, вот, в этом смысле, Такаев, наверное, это эталонный пример, как не стать Лукашенко, да, как балансировать, как дистанцироваться от России, да, как перекрывать и уже начинать каналы для, скажем, подсанкционной продукции. Вот сейчас вот, я думаю, что как раз Рахмон, я думаю, вероятно рассматривает путь Такаева, а не Лукашенко, да, так что, нет, тут как раз будет как раз все немножечко иначе, я думаю. То есть, такой разговор, диалог между диктаторами, когда хочется получить побольше за свои услуги, но при этом не продать свой суверенитет случайно. Я думаю, что это можно так описать, да. Ну что ж, очень интересно. Саша, большое спасибо тебе, как всегда, за твое время, за твои мысли. Друзья, подписывайтесь на канал Нью Сейдер, на канал Рашкин Репорт, поддерживайте СВУ, мы поставим ссылки в описании к этому эфиру. И те, кто могут, пожалуйста, поддерживайте канал Нью Сейдер и Рашкин Репорт на Патреоне. Что можно еще добавить? Вы слушаете Рашкин Репорт и слава Украине! Героям слава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова